ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ До миллиона дойдет. Сто рублей и на экране появляется первый вопрос. Какой цирковой псевдоним был у чеховской каштанки? Тетка. Отлично! Вы дали правильный ответ. Что заказал дуратино в горчевне трех пескарей? Три корочки хлеба. Отлично! Вы дали правильный ответ. Как называют один из видов строительного клея? Ну, жидкие гвозди. Отлично! Вы дали правильный ответ. Как называется деталь электрического устройства? Вилка. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. Это было не трудно. Переходим ко второму вопросу. И на кону 200 рублей. Что врачи рекомендуют делать перед едой? Чистить ботинки. Причёсываться, лечить зубы. Конечно, мыть руки. Это было не трудно. Правильно. Это было не трудно. Как в народе прозвали автобус Икарус 280? Ну, это гармошка, ёлки-палки. Что вы думаете, нравится стоять на вот этой вот платформе, когда на поворотах она ездила? Интересно было. Так, гармошка. Удачный выбор. Правильно. Как рыболов ловит щуку. Ну, на живца. Ну, ещё на блесну. Ну, ещё на червя. Так, на живца. Это было не трудно. Правильно. Это было не трудно. Кому как. Какой плащ стал неотъемлемой частью имиджа Василия Чапаева? Бурка. Хотя я не понимаю, что это за бурка? Что оно такое? Плащ-палатка какая-то. Удачный выбор. Правильно. Хорошо. Следующий вопрос стоимостью 300 рублей. Какая фамилия была у героя Сергея Живунова в кинофильм? В кинофильме «Принцесса на бабах». Копчиков, коленкин, пупков, подмышкин. Ну, игра мне, типа, подсказывает... Ненадёжный выбор. Ненадёжный выбор. Ненадёжный выбор. Насколько я понимаю, вы хотите воспользоваться подсказкой «Звонок другу». Кто, по-вашему, может знать ответ на этот вопрос? Я не знаю, кто. Ну, Людмила Пенсионерка. 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 Совершенно точно могу сказать, что правильный ответ «С». Желаю вам удачи в игре. Пупков. Ага. Ну, может быть, я правильно сделал выбор, выбрав пенсионерку. Пупков. Отлично! Это правильный ответ. Ну, я тоже так думал, но сомневался. С кем Аспушкин сравнивал анчар в одноимённом стихотворении с розным часовым? Отлично! Вы дали правильный ответ. Какой дождь воспел в своей песне Юрий Шевчук? Майский дождь, майский дождь. Та-та-та-та-та-та-та. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. Майский дождь. Ну да. Что во время бега страус использует для торможения? Крылья. Он их расставляет. Отлично! Это правильный ответ. Внимание! Всё же никто не хочет покидать игру ни с чем. Четвёртый вопрос и 500 рублей. Песню с каким названием исполнила группа «Секрет»? А! А! Секрет. Этот же Максимов. Привет! Та-та-та-та-та. Мы не виделись так много. Привет! Великолепно! Вы дали правильный ответ. Макс Леонидов. Ха-ха. Максимов. Какой доктор заложил свою душу? Доктор Фауст. Удачный выбор. Правильно! АПЛОДИСМЕНТЫ Что тренер по лёгкой атлетике носит на груди свисток? Нет. Секундомер. Великолепно! Вы дали правильный ответ. Секундомер. Да. Чем стреляет арбалет? Ракетами? А ядрами? Копьями? Нет, конечно, стрелами. Великолепно! Вы дали правильный ответ. А теперь пятый вопрос. Если вы дадите правильный ответ, то первая несгораемая сумма в тысячу рублей будет вашей. Фильм с каким названием вышел на экраны в 1999 году? Матрица. Это было нетрудно. Ничего не скажешь. Верно! Какое название имеет известный телефонный справочник? Красная страница, жёлтые страницы, светлые страницы и смешные страницы. А вот тут я либо красные, либо жёлтые. Скорее красные. Ну давайте воспользуемся подсказкой другу. Итак, подсказка «Звонок другу». Как вы думаете, кто может вам помочь дать правильный ответ? Так, Виктор, безработный. Так, Нина, студентка. Василий Столяр. Я думаю, спросим у Нины, студентки. Отлично, я знаю ответ. Вариант Б. Я абсолютно в этом уверена. Она абсолютно уверена в том, что справочник называется «Жёлтые страницы». Ну что ж, доверимся студентке. Ответим. Правильно. Молодец, студентка. Что общего у Хазанова, Зюганова и Карпоносова? Имя, отчество, фамилия, дата рождения. Енадий Хазанов, Енадий Зюганова и Енадий Карпоносова. Имя. Ничего не скажешь. Верно. Что не является названием слесарного инструмента. Зубела кусачки острововцы Короеды. Правильно. Правильно. А теперь переходим к шестому вопросу. Он стоит у нас 2000 рублей. Вопросы и ответы. Я давно. Что запрещено игрокам в водное поло? Отнимать мяч. Плыть без мяча. Держать мяч рукой. Топить мяч. Ну, наверное, топить мяч. Это верный ответ. Отличная работа. Сколько градусов составляет самый большой угол в прямоугольном треугольнике? 90. Тридцать. Шестьдесят. Девяносто. Сто двадцать. Девяносто. Отлично. Это правильный ответ. Растения с каким названием не существует. Заячья капуста. Волчья лыка. Гусиная лапка. Слоновая ножка. Слоновая ножка. Нет такого растения. Отлично. Вы дали правильный ответ. Чем является лондонский район Сити? Деловым центром. Промышленной зоной. Спальным районом. Городом-спутником. Это деловой центр в Лондоне. Сити. Это верный ответ. Отличная работа. А мы переходим к седьмому вопросу из возможных пятнадцати. Вы заработаете четыре тысячи рублей, если правильно ответите на следующий вопрос. В состав какого лекарства входит ментол? Валидола. Цитрамона. Анальгина. Аспирин. А. Тут. А. Тут. А. Валидола. Правильно. Какой самолет совершил свой последний полет над Атлантикой в октябре 2003 года? Ил-86. Боинг-777. Ту-154. Конкорд. Конкорд. Правильно. Кто из перечисленных пережил сто дней правления? Чингисхан, Наполеон Первый, Ленин, Гитлер. Так. Ну, это сложный вопрос. Попробуем другу позвонить. Итак, подсказка «Звонок другу». Как вы думаете, кто может вам помочь дать правильный ответ? Сто дней правления. Это не Ленин случайно? Так. Григорий, врач, фольклор, астрономия, любительский театр. Ладно. По истории тут никого нет. Спецу. Здравствуйте. Да, я понял вопрос и полагаю, что правильный ответ Б. Но у меня нет абсолютной уверенности. К сожалению, больше ничем не могу вам помочь. Так. Друг говорит Б. Наполеон. Но он не уверен. Ну, не Чингисхан. Это точно Гитлер. Точно не Гитлер. Ленин или Наполеон. А интересно, у Ленина было сто дней правления, а? Ладно. Доверимся другу. Ответ Б. Наполеон. Правильный ответ и вы идете дальше. Молодец, друг. Я ж его выбрал, потому что... Какой счет невозможен в теннисной партии? 15-0. 15-10. 30-15. 40-15. Ну, теннисная партия. В теннисной партии. В теннисной партии какой счет невозможен? Тон. 15-0. 15-10. 30-15. 40-15. Ну, теннисная партия невозможен. 40-15 невозможен! Ну, позвоним другу. Вы решили воспользоваться подсказкой «Звонок другу». Пожалуйста, назовите того, кому будете звонить. Я напоминаю вам, что совсем не обязательно соглашаться с ответом вашего друга. Так, кто может ответить? Т-т-т. О, спорт, Марк. Светлана, спорт на открытом воздухе. Так, Светлана. Спросим у Светланы. На вашем месте я бы остановилась на варианте «Б». Это наиболее вероятный ответ из всех вариантов. Хотя деньгами рискуете вы. Открылся. Да нет, она говорит, я думаю, вариант «Б». Хотя я не уверен, а деньгами рискуете вы. А я думаю, что 40-15. Ответ «Д». Это ваш окончательный ответ? Вы можете потерять одну тысячу рублей. Это мой окончательный ответ. Я, в принципе, не фанат тенниса, но у меня что-то стрёмный счёт 40 на 15. Что-то, наверное, такого быть не может. Ну ладно, это мой окончательный ответ. Как это ни печально, но вы неверно ответили на вопрос. Вы потеряли тысячу рублей, и ваш выигрыш составил тысячу. Ладно. Вы отлично играете, у вас уже есть 4 тысячи рублей, и вы можете заработать ещё 4, ответить на следующий вопрос. Что французы называют земляным яблоком? Что? Фасоль. Картофель. Картофель. Репу. Картофель. Ваш ответ верный. Поздравляем вас. Где производят белый с синей росписью фарфор? В Мстёре. В Павловском посаде. В Гжели. В Жостово. В Гжели. Удачный выбор. Правильно. Кто стал женой Андреа Гасси? Граф. Курникова. Навратилова. Хингис. Курникова. Отвечайте только, если вы уверены в ответе. Курникова. Неправильно. Это неправильный ответ. Вам не повезло. Вы попытались удвоить заработанную вами сумму и получить 8 тысяч рублей. К сожалению, ваша попытка оказалась неудачной. И ваш выигрыш составил тысячу рублей. Да что ж такое? Всё, что вам нужно, это дать правильный ответ на следующий вопрос. И 16 тысяч рублей ваши. Внимание на экран. Девятый вопрос. И 16 тысяч рублей. Сколько копеек в гривеннике? 3, 5, 10, 15. 10. Отлично. Вы дали правильный ответ. Портом какой страны является Бристоль? Дании, Швеции, Великобритании, Франции. Я уже отвечал. Я думаю, Великобритания. Абсолютно верно. В случае верного ответа вы зарабатываете вторую несгораемую сумму 32 тысяч рублей. Всё, что вам нужно, это дать правильный ответ. А вот и вопрос. Что в старину называли яхонт червчатый? Малахит, бриллиант, рубин, изумруд. Малахит. Вы можете не отвечать на этот вопрос. В случае неверного ответа вы потеряете большую сумму. Ну, отвечаю, конечно. Да. Неправильно. К сожалению, вы выбрали неправильный вариант ответа. Жаль. Если бы сейчас вы дали правильный ответ, то 32 тысячи рублей были бы вашими. Но вы заканчиваете игру с результатом в одну тысячу рублей. Как всегда, один игрок остаётся. Сколько шагов разделяло Ленского и Онегина в начале дуэли? 12, 24, 32, 42. Двенадцать. Двенадцать. До 32-х никто не дошёл. Ну ладно. Будем играть ещё. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok